Всем привет, мои хорошие! Не буду показывать вам время, я встала очень поздно, хотя поставила будильник, не смогла проснуться. Но ничего страшного, расстраиваться не нужно, надо этот день сделать очень продуктивным. Кстати, мое удивление. Я сейчас посмотрела блог, который я вчера выложила, там такое удержание аудитории, хотя там ничего интересного. Там обычная уборка, просто я дома, и его очень много людей посмотрели до конца. Естественно, такие вещи меня мотивируют снимать как можно больше контента для вас. Правда, когда я читаю комментарии, что какие-то бессмысленные влоги, однотипные и так далее, естественно, это меня расстраивает. Но когда я вижу такие показатели, это очень приятно. У меня есть один влог, я его каждый раз пересматриваю, на нем 200 тысяч просмотров, и я никак не могу понять почему. То есть он вроде обычный, и там ничего сверхъестественного не происходит. Это просто домашний влог. Сказать, что оно какой-то суперинтересный влог или какое-то манящее название, нет. Но на нем 200 тысяч просмотров. Я каждый раз его пересматриваю и не понимаю, почему? Почему так получилось? Ладно, так уж и быть, поделюсь с вами. 18 минут второго я проснулась. Ужас. Ладно, мамочка обнаглела. Ты что, дурачок, не разбудила? Обязательно проветриваем помещение. Погода топлива. Кстати, я наконец-то нашла свою футболку с долларами. Ее я просто обожаю. Правда, она слишком большая. Это прям такой, знаете, over-over-size. И ношу я обычно ее с велосипедками такими короткими. Дома очень удобно. Когда я в инстаграме публикую истории в 4 часа ночи, в 5 часов ночи, утром звонит мне мама и начинает меня ругать. И честно, до меня не доходит почему. Какая разница, во сколько я ложусь спать и во сколько я встаю. Самое главное, я не занимаюсь ничем плохим. Я сижу дома, работаю, просто этот режим мне больше подходит. С утра я какая-то вялая, непродуктивная, а вот вечером наоборот. Посмотрите, какой у меня здесь порядок, как приятно это все наблюдать. Особенно классные вот эти органайзеры. Их я купила в магазине все по один монат. Очень удобно. Можно сделать ячейки, которые подходят вам. Вот здесь эти средства лежат в ячейке, которые идеально подходят под размер этих средств. Вот здесь у меня чехлы. Кстати, свои старые чехлы. Возможно, еще мне будут кто-то писать, смотря влог. Я уже отдала от 11 айфона. Очень было удобно. Девушка жила как раз близко ко мне, и я ей отдала. Отобрала я средства. Тон буду использовать вот этот от NYX. Он мне очень нравится, достаточно светлый. У меня, кстати, очень много косметики от NYX. Мне оно очень нравится. Цены бюджетные, качество хорошее. И вот такая моя любимая палетка от Зоева. Сейчас с ней хочу сделать какой-то яркий макияж. Не знаю, получится у меня или нет. Обычно, когда я хочу для мукбанка сделать какой-то яркий макияж. Давненько я мукбанки не снимала. Наверное, дня где-то 4 точно соскучилась. Вот прям хочется мне снять. Варю пельмешки и хочу их сделать со сливками. Так получается очень вкусно. И еще у нас с вами будет вот такой десерт, который я буду пробовать впервые. Мне сказали, что он с кислинкой. А я очень люблю десерты с кислинкой. Это из Аззем. Что я делаю? Я уже вареные пельмешки заливаю сливками. Это у меня 20% но можно даже брать 30%. Получается очень вкусно. Правда, безумно калорийно. Если вы худеете, если вы надеете, это не лучшее решение. Но очень вкусно. Сейчас они вот буквально 10-15 минут потушатся. Я бегу снимать мукбанк. Под моими видео с распаковками Шейн очень часто видела комментарии, касательно тренд Йола, что там намного дешевле, что все вокруг заказывают из Турции, кроме меня. И вы знаете, я долго все планировала, планировала там что-то заказать. И когда зашла, была, если честно, немножко шокирована от цен, от качества товара. Вот эта сумка, например, стоит 13 монат. Всего 13 монат. Представляете, сумка такого классного качества. Я просто в восторге. Честно, мне она очень понравилась. Она удобная в носке. Очень крутая фурнитура здесь. Все хорошего качества. Кстати, ссылочку на нее я вам обязательно оставлю под видео. Также на протяжении долгих лет я вам показывала вот эти ароматы от Golden Rose. И вот этот у меня уже закончился. Как вы видите, здесь ничего не осталось. И он называется Red Doss от Golden Rose. И у нас он в магазинах стоит ровно 44 моната. А на Trend Yoli ровно в половину дешевле. То есть 20 с чем-то стоит. Очень выгодная цена. Вот такой я обязательно себе новый закажу. Потому что этот аромат один в один Armani Sea. Также у меня есть вот такой аромат. Но он мне нравится меньше. Violet Mist он называется. Тоже классный аромат. Но вот этот, это прям самое сердечко. И это самый прям, знаете, бестселлер. Его тоже я вам обязательно ссылочку оставлю. Переходите заказывать ровно в два раза дешевле. Кидая в корзину себе, я там создала и для вас коллекцию. Где есть также вот эти блески для губ, мои любимые. Их я здесь покупаю за 4 моната, за 4,50. А там они стоят всего 2. Чтобы вы просто понимали, насколько сильно я люблю эти бальзамы для губ. Решила показать вам свои пустые баночки. Здесь 4, по идее должно быть 5. Не знаю, куда делся. Один бальзам, наверное, просто выбросила, не добавив сюда. Это был с персиком, по-моему. Вот здесь был с бананом, с ягодами. В общем, очень крутые бальзамы. И прикиньте, в два раза дешевле. Должна вам показать разочарование века. Кроссовки немножко грязные, не обращайте внимания. Эти кроссы я покупала с Farfetch'а. По-моему, за 100 долларов или 105 они там стоили. Это оригинальные Puma. Мне они очень нравятся. Вообще, кроссовки я стараюсь всегда брать более-менее качественные, так скажем. Много раз уже покупала. Знаете, один-два раза кидаешь стиральную машину, а потом уже сразу на мусорку. Поэтому лучше брать что-то более-менее стоящее, чтобы спокойно носить несколько лет. В общем, я заказала их за 105 долларов. А на Trendyol эти же кроссовки стоят 77 монат. Монат. Представляете? 77 монат. Это получается почти в три раза дешевле, прикиньте. Сейчас они на скидке. Только успейте, там очень мало их осталось. Постараюсь влог тоже побыстрее. Ссылочка будет одна. Я там создам коллекцию. И все эти товары, которые я вам сейчас показываю, обязательно там будут. Также там будет сумочка Versace Jeans Couture. Правда, здесь цена не сильно отличается. Чуть-чуть совсем дешевле на Trendyol. Обожаю эту сумку. Мне она очень нравится. Нашла именно такого цвета. И еще пару брендовых сумочек добавила туда, которые действительно стоит купить. Которые выгодны именно там. Позавчера, когда с подружкой гуляли, в магазине, где все по монату, купила Yuzi Adlich. Это типа такая трава, которая служит от сглаза. Ее всегда сжигала бабушка. Я очень люблю запах этой травы. Хотя я вообще не суеверный человек. Я вообще не верю в сглаз, порчу, не знаю, экстрасенсов и все остальное. Просто для меня этот запах, это запах ностальгии. Когда мы ходили на какую-то свадьбу или на какой-то мероприятие, или что-то новое покупали, бабушка всегда зажигала Yuzi Adlich, чтобы типа нас не сглазили. Вообще для того, чтобы поджигать Yuzi Adlich, есть специальная посуда, но я ее не нашла. Поэтому отправляемся подручными средствами. Почему-то мне кажется, что она недостаточно высохла. Два моната стоило вот два таких кубка. Вот я же вам говорила, что она не высохла. Видите, внутри она зеленая абсолютно. Я прям по запаху сразу почувствовала. Ну что я хочу за такую стоимость? Пошло-поехало. Надеюсь, моя самодеятельность не доведет меня до каких-то неприятностей. Обычно все завтракают Несквикам. Я ужинаю. Вообще поздно встаю, еще рано темнеет. У меня такое ощущение, что день только начался, и все, день уже закончился. Завтра постараюсь встать пораньше. Во сколько бы я сегодня не легла, завтра встаем с вами пораньше. Надеюсь, что у меня это получится. Так выглядит мой ужин. Приятного аппетита мне. Дело было вечером, делать было нечего. Решила разобрать свои гель-краски. Я очень не люблю, когда бутылечки гель-лаков липкие, грязные. Это смотрится очень неопрятно. Плюс еще неудобно в использовании. Поэтому я стараюсь максимально аккуратно пользоваться. Еще плюс время от времени протирать спиртом. Я подумала, раз я этим занимаюсь, почему бы со стороны не заснять. Ничего сложного в этом нет. И тем более на камере была зарядка. Некоторые гель-краски у меня очень давно, даже 5 лет и более. Но они абсолютно не поменяли свою текстуру. Я до сих пор с удовольствием ими всеми пользуюсь. Тут у меня очень много гель-красок о ткани. Не знаю даже, что с ними делать. Избавляться или оставлять. Вроде как год, как я ими не пользуюсь. Просто так лежат. Это я еще с Алиэкспресса заказывала, наверное, лет 5 назад. Когда только-только начала этим всем заниматься. В принципе, качество у них неплохое. Но я нашла хорошую альтернативу. А альтернатива моя выглядит вот так. Здесь ровно 13 бутылечков, которые я купила за последние, наверное, полгода. Это гель-лайки Джефф. Они тоже достаточно бюджетные. Но их формула мне очень нравится. А самое главное, они уже с кисточкой. Не надо пачкать кисть. Как, например, в Кане. И вы знаете, я так много покупаю, что даже не всеми успеваю пользоваться. Например, если брать эту линейку, по-моему, вот этим оттенком я ни разу не делала, например, покрытие. У меня всего 10 ноготочков. Поэтому успеть использовать все это просто из ряда фантастики. Гель-красок у меня 23 штуки. Это немало. Сейчас начну открывать и смотреть, какой цвет, в каком состоянии. Но большинство оттенков очень даже в хорошем состоянии. Можно спокойно пользоваться, несмотря на то, что уже 5 лет, как я их купила, формула не поменялась. Отличное просто состояние. Просто перед применением обязательно нужно их перемешать. Хотела расхламиться, но это невозможно. Посмотрите, какой красивый зеленый оттенок Стифани. У меня в другой линейке такого оттенка нет. А вообще, когда вы хотите что-то выбрасывать, самое главное не начать это все рассматривать. Потому что как только вы начинаете рассматривать, вы понимаете, что все это вам надо. Так, все выбрасывать я не стала. Я выбрала оттенки, которые у меня уже дублируются в новой серии. И еще плюс совсем старые цвета, которые я покупала, наверное, лет 5 назад, когда только-только начала этим всем заниматься. Поэтому от этого всего мы с вами избавляемся. Покупка этих двух фиолетовых органайзеров, это была мамина идея. И они меня очень выручают. Все необходимое в одном месте и в компактной упаковке. Раньше у меня все это лежало в комоде, где сейчас находится у меня косметиком. Гейлаки просто были разбросаны по всему комоду. И прежде чем начать делать себе покрытие, мне нужно было потратить минут 15-20, чтобы найти все необходимые инструменты и атрибуты. Кстати, кому интересно, кто живет в Азербайджане, эти органайзеры я купила в магазине по типу все по монату. Там очень много разновидностей, но я хотела именно те органайзеры, которые закрываются. В прошлом влоге были кадры, где я мою посуду. И я думаю, в этом влоге то же самое снимать. Как-то как минимум странно начнутся комментарии, что Айка снимает одно и то же. Мало того, что она на мукбанках говорит одно и то же, теперь и во влогах одно и то же. Но в прошлом влоге мне показалось безумно залипательно смотреть, как я убираюсь. И это даже мотивирует кого-то. Поэтому решила эти кадры тоже оставить. По количеству чашек такое ощущение, что у меня каждый день вечеринки, у меня каждый день гости. Но на самом деле это не так. Я абсолютно одна. Хотите верьте, хотите нет. Но все эти чашки принадлежат мне и точкам. Как это происходит? Хочу раскрыть все карты и открыть тайны. Мне просто в лом каждый раз мыть чашку. Я беру новую, они у меня остаются в раковине. И потом в день или в два дня один раз я мою всю посуду вместе. Хотя моя бабушка, которой уже нет в живых, она всегда говорила, что это ужасная привычка. И она всю жизнь жила по принципу, что вот покушали, сразу помыли посуду. И пыталась внедрить эту привычку мне. Пыталась на протяжении 20 лет. Но ничего не получилось, как вы видите. Я просто не вижу смысла пачкать руки из одного стакана. Я вот накоплю посуду, например, включу какой-то фильм или дом 2. У меня параллельно они болтают. Я как бы их смотрю и параллельно мою посуду. Для меня это как-то интересней. И вроде как я контент посмотрела, интересно провела время. И в то же самое время и посуду помыла. У меня как-то этот процесс работает так. Так что поэтому, когда мамочки нет дома, я мою посуду раз в два дня. Сейчас меня, конечно, все обвинят в том, что я не хозяйственная. Но, если честно, для себя одной готовить тоже мне как-то особо неохота. Так, чисто для мукбанка, конечно, могу что-то приготовить. Но когда я абсолютно одна, я просто не вижу целесообразным тратить свое время на готовку завтрака, обеда и ужина на одну порцию. Даже я вам больше скажу, я покупаю один целый хлеб. И он у меня портится, потому что я не успеваю его доесть до конца. Я бы, наверное, не смогла жить с мужем, который очень сильно требователен к каким-то домашним делам. Требует, чтобы был завтрак, обед, ужин, чтобы везде было идеально чисто. И обязательно все это ты должна сделать сама. Перед моими глазами всегда был пример моих родителей, у которых никогда не возникало недопонимания в связи с какими-то бытовыми моментами. И, кстати, я продолжаю общаться с психологом, и она говорит, именно поэтому, из-за того, что я выросла в полноценной здоровой семье, у меня здоровая самооценка и нету особо никаких психологических травм. И вы знаете, она попала прям в точку, я бы никогда в жизни не смогла быть в каких-то абьюзивных отношениях. У меня здоровая самооценка, я бы даже сказала, слишком завышенная самооценка. Но я считаю, что это неплохо, а очень даже хорошо, если мы сами не сможем полюбить себя, кто тогда сможет нам подарить эту самую любовь. Поэтому, девочки мои хорошие, никогда в жизни не унижайтесь ни перед кем. Если вас обижают, недооценивают, если вам некомфортно в отношениях, нафиг эти отношения. Пересматриваю кадры, которые я засняла, и просто смотрю на себя, я похожа на бомжа. Раньше, когда я снимала контент, я очень сильно обращала внимание на это, но сейчас мне абсолютно параллельно, у меня такое ощущение, что вы все живете вместе со мной. Так что и так пойдет. Вы просто посмотрите на этого байсово-байсово мальчика. Какой он у нас крупненький. Слятость, маминя, радость. Уже 5 килограмм весит мой мальчик. Протирая свои гель-лаки, я увидела новые цвета. Точнее, не новые, а старые цвета, которые у меня давно, и которыми я очень давно не делала себе покрытие. Наполнилась вдохновением, и сейчас хочу сделать коррекцию, тем более у меня здесь уголочек откололся. Надо уже делать коррекцию, несмотря на то, что моим этим ноготочкам, по-моему, чуть больше двух недель. То есть я их делала сравнительно недавно, но сейчас хочу переделать. Вместе с вами, наверное, буду делать ноготочки. Так все чисто, аккуратненько, девочки. Я просто кайфую. У меня, значит, два органайзера. Здесь у нас цветные покрытия, а здесь все остальное. И это очень удобное хранение. И вот такая вот красота. Все разложила, все аккуратненько. Ничего не липкое. Протерла спиртом. Красота просто. И даже не знаю, что же делать. С одной стороны, хочется что-то яркое, броское. А с другой стороны, хочется просто нарисовать френч. И перейти на какую-то классику, так скажем. Или нюд, например. А вообще в комментариях читала, что девчонки мне писали, что они, например, сегодня делают одну руку, а завтра другую. Или у них вообще маникюр затягивается на три дня. У меня такое не работает. Я стараюсь даже не отвлекаться или даже опускать какие-то моменты, лишь бы сделать быстрее. Например, опил. Я иногда не опиливаю форму до конца и не довожу ее до идеала. Потому что меня устраивает и так. И самое главное для меня управиться как можно быстрее. Сегодня я постараюсь не торопиться и сделать качественно. А что именно будем делать, я пока что сама, если честно, не знаю. Одно я знаю точно, что старое покрытие обязательно нужно снять. Я это делаю обычной своей любимой фрезой, которая мне уже служит, наверное, полгода где-то. А до этого у меня была фреза, которая прослужила мне лет пять. Так что покупайте сразу хорошую, чтобы потом не заморачиваться. Покрытие я уже сняла. Причем с обеих рук сразу. Один ноготочек отрезала. Буду его перенаращивать. Он немножко скололся у меня справа. Некуда было чинить. Я решила его перенарастить на верхние формы. Я тут еще шот снимаю. Поэтому все подряд снимать не получается. Но мне уже нравится. Посмотрите, какая нежнятина получилась. Это всего лишь база от Runeil молочного цвета. Я вот не знаю, что делать. Поставила опросник. Посмотрим. Думаю, между френчем и каким-то ярким цветом. Красные ноготочки точно не хочу. Вот с таким молочным цветом, мне кажется, классно подойдет френч. Можно даже с какими-то блестками френч сделать. Сейчас посмотрим. Решила все-таки остановиться на френче. Вроде получилось очень аккуратно, красиво. Я еще не закончила, но уже решила показать вам результат. Вот такая красота у меня. Мне нравится. Этот пальчик еще остался, а тут уже готово. Конечно, я не знаю, как вам, но мне очень нравится. Безумно нежно получилось. Очень красиво. Правда, много времени потратила, но я совсем не устала. Я параллельно смотрела Дом 2 и управилась, получается, за 3 часа. Но 3 часа это многовато, конечно, но я еще пила чай параллельно. Так что вот так вот у меня получилась красота просто. Сегодня столько дел надела и дома упралась, и ноготочки себе новые сделала. Я рисовать френч не профи, но я хочу теперь практиковаться и почаще рисовать его, чтобы научиться делать его идеально. Кстати, вот этот белый цвет, он предназначен не для френча, это просто обычный белый. И им достаточно сложно рисовать. Вот это, кстати, моя правая рука получилась очень даже достойно, потому что я рисовала левой. Но знаю, что в комментариях начнется ужас, по-дурацки получилось. Самое главное, девочки, я довольна. На этом уже буду сегодня закругляться. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки.